Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте вместе подумаем о планах на выходные. Как бы так все успеть, чтобы охватить максимальное количество интересных мероприятий? 19 и 20 апреля в спортивном зале ИГУ пройдут соревнования по пауэрлифтингу. Это будет классическое троеборье для участников, юниорок и юниоров. В спорткомплексе «Динамо» 20 апреля вас ждут организаторы турнира по дзюдо. Начало в 10.00. Еще один спортивный старт состоится на стадионе «Спартак». Это будет турнир по вольной борьбе на Кубок Золотого Кольца России. Гостей и зрителей ждут 21 апреля в 10.00. Зрелищные схватки пройдут в воскресенье для тех, кто придет в спортивную школу номер 7, чтобы посмотреть соревнования по тайскому боксу. Начало в 12.00. А на Шереметьевском проспекте у аллеи «Славы» в воскресенье встречаются участники спортивного ориентирования на спринтерских дистанций. Маршрут проходит по центру города. Спешите поучаствовать. А вот о культуре и не только расскажем подробно. В музейно-выставочном центре открылась уникальная выставка. На ней древние фолианты из личной коллекции Дмитрия Бурылина. Это книги книг или Библии. Не видели посетителей больше сотни лет. В экспозиции около 30 изданий, начиная от рукописных, датированных концом XVI века, до книг послереволюционных. Такой коллекции, как у мецената Бурылина, не было во всей стране. Увидеть редкости и узнать их историю мыслящим людям просто необходимо. Лучше выставку проходить в обществе опытного экскурсовода. Эти издания, некоторые из них буквально в единичных экземплярах сохранились по всему миру. Так, например, Библия Пескатора, издание 1643 года. В России их только шесть насчитывается. Одна из них у нас в коллекции. 20 апреля в 2 часа в Библиотеке Музея промышленности и искусства пройдет музейное занятие «Вечная классика» в изданиях и на сцене. Оно пройдет в рамках «Библионочи» 2019 года и будет посвящено знаменитым изданиям сатирического журнала «Будильник», который впервые стал выпускать издания, посвященные русским классическим произведениям, проиллюстрированные фототипиями. Посетители смогут узнать некоторые секреты этих изданий, необычные истории с ним связаны. По-настоящему классное и масштабное событие пройдет в Холуе. На арт-фестивале «Русская флотилия» молодые художники и дизайнеры распишут весла и лодки, которые обычно используют во время весеннего разлива тезы. Традиция расписывать лодки известна в Холуе аж с 16 века. И вот она обратилась в настоящий праздник. Роспись будет в субботу, а спуск на воду в воскресенье. Кульминацией торжества станет парад потешной флотилии. Принять участие в нем смогут все желающие. Достаточно сделать кораблик или лодочку, разрисовать ее и спустить вниз по реке. Для всех желающих художники устроят мастер-классы и расскажут секреты традиционной лаковой миниатюры. Не поленитесь и обязательно съездите, чтобы это увидеть и принять в этом участие. Подарок для любителей отечественных фильмов. В эти выходные на больших экранах можно посмотреть ленту «Миллиард» с харизматичным Владимиром Машковым в главной роли. Картина расскажет историю влиятельного банкира, который делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконно рожденными сыновьями. Ряд перипетий сюжета и запутанных хитросплетений превратит комедию в семейную драму. На повестке дня классическая трагедия отцов и детей. Считается одним из самых надежных в мире. Камеры в инфракрасном режиме везде. Само хранилище – стальной капсуле. С опытом боевых действий кто-нибудь есть? Начальник службы безопасности. Вот он реально крутой. Отличная у нас команда. Идиот с пушками. Диковатый бульфизорист. Психолог, которому самому нужен психолог. И безрукий хакер. Как же без вас было хорошо. Ежегодная масштабная всероссийская акция в поддержку и продвижении чтения «Библия ночи» пройдет в нашем регионе 19 апреля. Во всех библиотеках пройдут встречи с актерами Ивановских государственных театров. Кроме того, специальным гостем этого года «Библия ночи 2019» станет известный литературовед, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной Елена Даниловна Шубина. 19 апреля, 18.30. Здесь, на стадионе «Текстильщик», мы приглашаем всех наших болельщиков, и не только болельщиков, посетить игру и поддержать нашу команду в непростой час после поражения. Мы будем стараться реабилитироваться. Приедет очень много болельщиков. С Владимиром мы знаем, эти игры у нас идут как самые принципиальные. Избавиться от стресса, погладив пушистых красавчиков, можно будет в Евроленде. Там оба выходных дня проходит выставка породистых кошек. Участников очень много, приедут гости со всей страны. У заводчиков можно спросить о характерах усатых-полосатых, а также купить котят. В выставке присвоен статус международный. 21 апреля в Шуе пройдет автоориентирование. Старт в 16.00 на парковке у ДСААФ. Опыт участников не обязательный, организаторы будут рады всем. 20 апреля в клубе «Бункер» пройдет благотворительный концерт «Рок в защиту животных». Собранные средства будут перечислены в приюты города. Будет и громко, и интересно, ну и, конечно, полезно для настроения и кармы. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Веселых выходных и ярких впечатлений, и только положительных эмоций. До свидания.